Украинское зерно в обмен на компромиссы. Народное ополчение в каждом сельсовете. Александр Лукашенко сделал ряд новых заявлений. Он решил помочь миру разрешить продовольственный кризис. Поставлять украинское зерно через Беларусь в порты стран Балтии. За это порты должны открыться для белорусских товаров. Также Лукашенко вступился за Путина. Мол, Россия не стремится захватить Украину, а просто требует с ней считаться и обороняется. В очередной раз Лукашенко обронил фразу, что и Беларусь находится под ударом. Надо думать о том, как защититься. Вот только откуда угроза на этот раз, не уточнял и карты не показывал. Зато призвал создать при каждом поселковом совете так называемое народное ополчение. Из полсотни человек. На всякий случай. Украинский генштаб тем временем заявил, что Лукашенко последние дни проводит ротацию спецназа на границе с Украиной. Также в приграничных регионах активно перемещается техника, в частности Искандеров, границы с Украиной.